Привет, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Мы с вами очень давно не смотрели утопию шоу, и у него вышел ролик ужасы внутри нас. Лайкосик, подписочка, колокольчик, описание, там оригинал видоса. И поехали смотреть. 16 плюс. Кинотеатр? Да, поп-корн там. Спасибо, спасибо. Проснись, проснись, проснись. Тебе нужен страх. Что вы знаете о страхе? Я думал, что знаю о нем все, ведь это просто чувство, которое с нами постоянно. Страх темноты, страх змей и пауков, страх прыгнуть с парашютом, страх потерять работу и многое, многое другое. Но, как оказалось, все намного серьезнее. Сегодня мы затронем одну очень важную и актуальную лично для меня тему. Хоррор-индустрия и почему нам это необходимо. И поверьте, многое из того, что будет сказано сегодня, совсем не очевидно. Прошлый ролик с нагнетающей атмосферой Хэллоуина стал первым по набору просмотров, обогнав все другие на канале. Скорее всего сыграло много факторов, но я бы ставил на то, что людям нравится нечто пугающее. Спасибо. Я посидею после этого выпуска. Хоррор игр и фильмов с каждым годом заметно растет. Квест-комнаты становятся все более жуткими, а на американских горках выстраивается многочасовая очередь. Вы вообще задумывались, почему все это пользуется большой популярностью? Потому что людям это нравится? Да. В том числе. Но что если им нужен страх и переживание? Это сидит вот тут. Но мы не осознаем. И это удивительно. Вокруг нас уже происходят события, которые пугают не на шутку. Болезни, смерти, войны, преступления. Но многие из нас хотят, чтобы пугали по-другому. Больше, больше пугания. Фанат всего страшного попытаюсь сегодня разобраться в этом вопросе с научной точки зрения. Вы удивитесь, если я скажу, что фанаты хорроров лучше переносят это нелегкое время, когда заболевших все больше. Что если ходить на свидания порой лучше в страшные места, а стресс не так плохо, как нам кажется? Смотри внимательно и все узнаешь. Страх играет большую роль в нашем выживании. Без него было бы совсем плохо. Но да, я тоже часто думал про себя. Мне надоело бояться. Вот бы страха вообще не было. А вот только представьте, если бы ваше желание исполнилось. Вы бы тянули руки ко всем ядовитым змеям, ходили бы по шатким балкам и как итог в один прекрасный момент умерли, возможно, получив даже премию Дарвина. За ощущение страха отвечает в основном миндалевидное тело. Но если миндалевидное тело разрушается от определенной болезни, то страх практически исчезает. Это не полное его отключение, но самый известный пациент с этой болезнью перестал бояться фильмов, пауков и всякого такого, но при этом радость и другие эмоции испытывал. Это я все к чему. Страх нам нужен. Для тех, кто не в курсе, я обожаю игры. В свободное время я отдыхаю в них, и мой любимый жанр, как вы уже поняли, хоррор. В детстве, когда мне подарили PlayStation, я играл совершенно во все, что предлагали, ведь выбора особо не было. Но однажды мне попался диск Silent Hill. Скажу честно, я эту игру в детстве так и не прошел. Каждый раз я очень сильно боялся, выключал, а потом ждал момента, когда же я смогу снова в нее поиграть. Для людей вокруг это было странно. Не игра, если не нравится. Но мне нравилось получать эту дозу страха. С этого все началось. Время шло, поколения консолей менялись. У меня появился компьютер, игры становились все более реальными. И я поглощал отовсюду всевозможные хорроры. И даже сейчас, мне через неделю 30, а я с радостью мчусь играть в новенькую страшную игру, когда она выходит. С фильмами совершенно та же история. Если поход в кино, то первым делом смотрим, что же там по ужастикам. Кто-то скажет, что у меня какие-то проблемы. Но многие просто еще не знают, что хорошего таит в себе этот жанр. Я не испугалась. Сейчас многие из вас испытали страх. А страх это стресс. Если бы меня месяц назад спросили, нравится ли мне чувство страха, я, разумеется, ответил бы нет именно по причине того, что для нас слово стресс имеет негативный окрас. Все связано с тем, что хронический стресс имеет серьезные последствия для человека в дальнейшем. И ни для кого не секрет, что постоянный стресс это плохо и нужно его избегать. Ха, сказал человек, у которого с этим нехилые такие проблемы. Получается, что страшных фильмов нужно избегать? Не совсем так. Стресс делится на дистресс и эустресс. Дистресс связан с негативной реакцией на стресс. О нем мы только что говорили. А эустресс, как бы это ни было удивительно, с позитивной. К нему относятся занятия спортом, покупка желанной вещицы, получение серьезного заказа, катание на американских горках, первое занятие чем-то новым, преодоление трудностей и, да, просмотр страшных фильмов. То есть это, как бы, получается, отстрессовать, чтобы потом, как бы, ау. Да, все это стресс. Ау, да, спасибо, забавно вышло. ...очень даже хорошо, ну, кому как, если честно. Но вы даже не представляете, что для нас значит такой стресс. Я бы даже сказал, что без него жизнь бессмысленна. Но как именно это работает? Давайте по порядку. В дикой природе, когда животное сталкивается с опасностью, вегетативная нервная система, работающая без нашей воли, реагирует на все сигналы от нашего зрения, слуха и других органов чувств, активируя одну из ключевых программ выживания – бей или беги. Помимо учащения сердцебиения и расширения зрачков, она сужает сосуды в менее значимых органах, улучшая кровообращение мышц и сердца, готовя организм к действию. Вишенкой на торте выступает адреналин и его предшественник – норадреналин, который еще больше усиливают эти эффекты. Все это не просто так. Организм вас подготавливает, чтобы вы смогли спастись в экстренной ситуации. И на эту ситуацию есть два ответа – бежать или вступать в драку. В обоих случаях этот активированный механизм должен вам помогать. Да, многие животные стоят на месте или маскируются, пытаясь остаться незамеченным. А некоторые сначала бегут, а потом дерутся. А некоторых людей вообще парализуют. Поэтому во многих работах это уже описывают, как бей-беги или замри. Ну, в общем, ладно, это работает. Но вот что самое интересное. Вы, разумеется, слышали выражение «кровь стынет в жилах». Я его не просто так сказал в прошлом выпуске. Оказывается, что людям в контролируемом эксперименте показали фильм «Астрал» и какую-то обычную документалку и взяли кровь. Но выяснилось, что кровь-то действительно стынет в жилах, как и говорили чуть ли не испокон веков. Они обнаружили повышение уровня фактора свертывания крови в 8. А это значит, что ваше тело продолжает готовиться к самому страшному. Вдруг вам сейчас отпилят ногу. В такой ситуации терять лишнюю кровь очень не хочется. Поэтому сделаем все возможное заранее, чтобы ускорить свертываемость крови при повреждении. Спасибо организм. Когда вы попадаете скримера, вы испытываете примерно то же самое, что и наши предки, на которых, к примеру, напал самый настоящий медведь. Окей, это помогает животным защищаться. Это могло помочь людям испокон веков. Но зачем нам этот механизм именно сейчас? Зачастую мы живем обычной жизнью. Не убегаем от ягуаров, и медведь нам не хочет голову обглодать. Но при этом «Бей или беги» запускается при просмотре хоррора. Это странно. Ведь если произойдет огромный выброс адреналина, то сердце может не выдержать, и вы упадете замертво. Особенно, если уже есть с ним проблемы. И это ответ на вопрос. Можете ли вы умереть от страха? Да. Только случается это невероятно редко. А смерти, связанные с испугом от хоррор-фильмов, вообще единицы. И то они под очень большим вопросом. Но я бы не стал совсем сводить на нет эту вероятность. Тем более, когда есть исследования, что страшные фильмы действительно повышают вероятность сердечного приступа. Так что если вы говорите фразу «ты меня до смерти напугал», то знайте, опасность миновала. Как вы заметили, пока что одни минусы. А плюсы будут? При просмотре страшных фильмов или прогулке по страшной игре мы активизируем эту программу, но что самое главное – в безопасной среде. В игре мы вообще сами решаем, когда и куда пойти. Мы полностью контролируем ситуацию. Нас никто не хочет убить. Мы у себя дома. Все хорошо. И вдруг... Да, да. Еще один скример. Мы опять подпрыгиваем от неожиданности и сразу начинаем улыбаться или хихикать. Вы можете постоянно видеть это у стримеров. Мы опять сразу же понимаем... Это так странно. ...мы в безопасности и получаем удовольствие. При страхе вырабатывается гормон дофамин. Гормон счастья, как его называют. Я максимально против любых наркотиков, но на дофамине мы с вами знатно сидим. И теперь неудивительно, что мы хотим пойти в кино на хоррор, заняться экстремальным видом спорта, пойти в квест испугаться. Нам с вами просто нужна еще одна доза. Доза удовольствия. Это отчасти напоминает экспозиционную терапию, которую применяют для лечения тревожных расстройств, в том числе фобии и ОКР. По сути тебе предоставляют источник твоей тревоги, но тебе объясняют, что ничего на самом деле не угрожает и тебе должно стать легче со временем. Было бы круто, если бы и играми можно было лечить. Заходишь такой в кабинет врача, там PlayStation 5 стоит. И спасибо, мистер доктор, а теперь закройте дверь и не беспокойте меня. Но организм на этом не успокоился. Выделяется гормон окситоцин. И есть исследование, что этот гормон усиливает нашу социальную память. Это значит, что если вы пошли с компанией или вашей второй половинкой в кино на страшный фильм, сильно испугались, но вам это понравилось, и весь вечер, скорее всего, тоже, вы сильнее запоминаете такие прекрасные моменты, когда страх прошел, угроза была не настоящая, да еще к тому же вы были с кем-то близким. Быть может, именно он вас и защитил, подумал бы мозг. Но есть и обратная сторона. Также есть исследования, которые говорят, что если что-то пошло не так, и вы по дороге домой поругались, то воспоминания о хоррор-фильмах могут быть не лучшие. Тема с окситоцином достаточно сложная. И лучше я уточню, что нужно больше исследований, чтобы что-то сказать наверняка. Главное, человека насильно не заставлять смотреть хоррор или играть в страшные игры. Люди, которые этого хотели, по итогу получат отличные эмоции. А те, кто не хотел, вот тут могут возникнуть трудности. Но про свидание в начале я сказал не просто так. Есть научное мнение, что существует ошибочная атрибуция возбуждения. Это когда вы путаете изменения в вашем теле от страха с влечением к человеку. Ну, например, вас чуть не сбила машина, и вам супер понравилась девушка, которая вам только что помогла. Вы представляете, даже исследования проводились. Но так как я не хочу быть желтой прессой, то упомяну, что эта теория подверглась критике из-за того, что не смогли повторить результаты исследований. Но есть одно и... Это было бы странно повторять. Мужчинам и женщинам показывали фотки людей противоположного пола до и после катания на американских горках. И более привлекали люди уже после катания. Значит ли, что это работает? Может, да. А может, и не совсем так. В будущем станет понятнее, когда будет больше исследований. Но если да, то вперед. Позови свою вторую половинку на страшный фильм или квест. Возможно, переживания, страха, и что самое главное, его преодоление, будут ассоциироваться именно с тобой. Сваха Евгений, к вашему слову. А еще страх вам нужен просто потому, что вы взбодритесь и забудете о своих проблемах, вероятно. Исследователи объединились со страшным американским квестом и проводили эксперимент над людьми, которые уже купили туда билеты. В итоге оказалось, что страх позволил им расслабиться и забыть о своих проблемах. Также квест помог справиться со скукой, стрессом и усталостью. А еще вы понимаете, что пережили этот опыт и прошли челлендж. Теперь вы готовы к новым совершениям. Это уже стоит того, чтобы испытывать контролируемый страх. Разве нет? Поэтому да, не удивляйтесь, что я постоянно говорю о хоррорах. Делаю косплей на любимых персонажей из хорроров. Постоянно нагнетаю атмосферу и пугаю скримерами. Это все потому, что вам, как и мне, это нужно. Вы этого можете не осознавать, Многим из вас нужны хорроры. И не потому, что они нравятся вам, а потому, что ваш организм этого хочет. А вот и еще интересности. Новое исследование говорит нам, что вы можете сжечь столько же калорий при просмотре фильма ужасов, как и при пробежке. Вау. Кажется, я разработал себе новую диету. Но на самом деле не спешите. Исследование не новое. Просто сайты так пишут чуть ли не каждый год. Все ссылки ведут на сайт Телеграф. И вышло оно в 2012 году. Прямо на сайте Телеграф. По заказу прокатной компании. С выборкой в 10 человек. И походу никогда не резонизировалась и не размещалась на профильных сайтах с исследованиями. Такой себе, знаете, круг доверия. Если учесть, что ты просто сидя на заднице, можешь терять калории. Не, ну это может быть правдой, конечно, но нужны нормальные исследования. Ну и уплетать попкорн при этом вы не должны. Хоррор диета. Ссылка на курс в описании. Ну вот что на самом деле. Хорроры могут помочь сохранить ваше психическое состояние прямо сейчас. Недавно было опубликовано суперсвежее исследование, которое показало, что люди, которые любят хорроры, психологически лучше переносят сегодняшнюю ситуацию с пандемией. Кто бы мог подумать, что между этим вообще может быть корреляция. Но если задуматься, то вполне себе. При просмотре таких фильмов, как «Заражение», любой другой фильм про эпидемию, фильмы про конец света и даже любой фильм или сериал про зомби-апокалипсис или инопланетное вторжение учит людей тому, что им нужно покупать в случае необходимости. Блин, я не очень люблю хорроры, но обожаю фильмы про зомби. Я, наверное, ну как бы вот. В общем, да. Как реагировать на панику, к чему приводит паника, как обезопасить себя и так далее. Они просто видели это много раз. И они проявляют стойкость и готовность. На самом деле, все, что я говорю о фильмах, играх и квестах, применимо и к другим вещам, которые вызывают у вас хороший стресс. Например, катание на американских горках. И даже тут есть интересные факты. Бронхиальная астма – это серьезное заболевание дыхательных путей. Было доказано, что у людей с этим недугом начинается сильная одышка, пока они ждут своей очереди прокатиться на страшной американской горке. Потому что это стресс и волнение. Страшно представить, что с ними происходит во время и после покатушек, да? А им становится лучше. И одышка не так сильно беспокоит какое-то время. За это исследование даже присудили Шнобелевскую премию. Если кто не в курсе, это пародия на Нобелевскую премию. И вручается людям за исследования, от которых хочется зажать в голосе, но потом задумываешься и понимаешь, что да, это работает. Но есть и ложка дегтя. Все мы бесили с детства из-за того, что нам нельзя было смотреть фильмы для взрослых. Ну, не те, о которых вы сейчас подумали, а фильмы с кровищей и монстрами. И кто бы мог подумать, что это даже к лучшему. Немного норовоучения. Маркировка на кинокартинах и играх не просто так стоит. Если вы маленький ребенок со слабой психикой, то это действительно может сильно на вас повлиять. Вот только посмотрите. У 10-летней девочки диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. После просмотра, внимание, очень страшное кино 3. Это очевидно комедия, но для ребенка все эти сцены могут быть очень реальными. Была история, связанная с просмотром слишком реальной псевдодокументальной программы про призраков, где никого не предупредили, что это постановка. После этой программы не стало 18-летнего паренька. Но история настолько мутная, что мы с ней разберемся в ближайшем топ-секрете. Сейчас остановимся на чем-то более-менее доказанном. 20-летних мальчика получили панические атаки и расстройство сна после вот как раз этой программы на BBC, где призраков искали. Ну а теперь можно и личный опыт. В детстве я смотрел мультики, и меня папа предупредил, что отойдет по делам. Я этого, разумеется, не услышал, так как был увлечен просмотром. Но после них начались ужасы. Я начал искать хоть кого-то по квартире. Обделавшись, никого не найдя, я в одних колготках и шубе выбежал на улицу зимой в мороз и в слезах помчал в магазин, где работала мама. И это чуть ли не единственное воспоминание из детства, которое отпечаталось настолько сильно. Так что да, это может вызвать дискомфорт у детей как краткосрочный, так в некоторых случаях долгосрочный. У каких-то больше, у каких-то меньше, у каких-то вообще нет. Статистика невероятно маленькая. И разумеется, нужны еще исследования. Но я-то хочу стать хорошим папочкой. Так что буду иметь в виду то, что есть. Но если вы подумали, что как-то сможете ограничить своим детям просмотр таких фильмов в эруто доступности контента, то это очень наивно. Их потолкнут другие дети. Да и в конце концов им будет очень любопытно. Лучше будет, если вы вместе выберете игру или фильм со своим ребенком. Объясните им, что это выдумка. Будете смотреть на реакцию и если что, поможете с ней справиться. Звучит достаточно просто. А теперь вы должны понять. Все, что я сегодня сказал, справедливо, когда у аттракциона, игры или фильма есть предупреждение об эпилепсии, возрастное ограничение или ограничение для людей с болезнями сердца. Хорроры полезны, если вы здоровый человек. А сама тема страха, думаю, достойна рассмотрения в отрыве от медиасферы. Ведь там очень много всего интересного. Что я сегодня понял? Детям хорроры показываем под присмотром. Не заставляем насильно смотреть, когда люди этого не хотят. Но при этом смотрим вместе с теми, кто этого хочет. Выделяем гормоны и кайфуем. Ну, теперь можно и поиграть. Подводка? Нет. Я, видимо, уже спокойная довольно-таки реагирую. А, не то. Наконец-то ты у меня. Что же там? Крис, PlayStation 5 у нас. Запрашиваю эвакуацию. Понял. Выдвигаюсь. Крис, она выглядит потрясающе. Наконец-то мы не будем ждать загрузки игр. Ведь там стоит быстрый SSD-диск. Ладно, до встречи. Крис, она вообще не шумит. Да-да, все, иду. Не так быстро. Она по праву принадлежит мне. Я ждал ее 7 лет. Ты не понимаешь. После того, как я попробовал новый DualSense, для меня другие контроллеры просто перестали существовать. Я тоже не буду перематывать. Это совершенно новые ощущения. Я сплю и вижу, как смогу вновь в нее поиграть. Это еще что? Ты вообще видел новые 3D-наушники и новую камеру? Я тебя понимаю. Я, как и ты, не могу пройти мимо потрясающей графики и поддержки в 8К всего за 46,999. Вообще, ты можешь купить диджитал-версию всего за 37,999 и вообще не потерять в производительности. Наоборот, если купишь подписку на PlayStation Plus, то получишь все топовые игры из коллекции PS Plus. Это охренеть можно, я еще, оказывается, вас столько не поиграл. Ну-ка, быстро заткнись. Я и так на пределе. Я вообще тоже видел список игр, которые будут на старте и которые выйдут в ближайшее время. Отдай консоль. По-хорошему. Ни за что. Он убегает! Высылайте отряд! Теперь ты в безопасности. Объект перехвачен. Нет! Сверхмощная консоль нового поколения у нас. Сэр, она очень красивая. Охренеть! Ссылка на покупку в описании. Ну, надеюсь, это было атмосферно. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, вы узнали нечто новое о страхе и в некоторых моментах действительно испугались. И не забывайте, что в описании вы всегда можете найти исследования, которые были использованы в этом видео, потому что вы уже наверняка знаете, что все нужно перепроверять. И я всех вас приглашаю на наш второй канал, где выходит много всего интересного, в том числе бэкстейджи со съемок. И, кстати, то, что происходило за кадром именно этого видео, скорее всего, уже на втором канале. Надо будет посмотреть. До скорого. Пошел снимать топ-сикрет. Будем ждать. Скример? Нет? Не будет? Фух. Не было. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Это было невероятно интересно. Прям очень интересно. Я думала, я буду больше пугаться, но нет, все как-то было больше спокойно. Ну, были, конечно, моменты, да, когда я так подергивала, но все равно это было очень интересно. Ну все, спасибо огромное за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok